Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Вы будете смеяться, но мы приехали на настоящее рокерское развлечение, на настоящий рокерский праздник, на танковый биатлон знаменитый. Я знаю, что многие осуждают проведение танкового биатлона, но это не патриоты России. Говорят, там мужики воюют, а тут развлекаются, а на танках катаются, не забывая о том, что все необходимо нам делать, жизнь не останавливается, мы должны развиваться, мы должны воспитывать патриотизм, и мы должны продавать наше оружие, которое лучшее в мире. Поэтому это самая лучшая реклама нашего оружия. И в этом году танковый биатлон проводится в десятый раз. Это юбилейное проведение танкового биатлона. Первый раз он был проведен в 2013 году и участвовало только четыре страны, участников ОДКБ. То есть это Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения. Сейчас в сегодняшнем десятом юбилейном танковом биатлоне участвуют уже 20 стран. Это 10 стран из Советского Союза, те же Белоруссия, Россия в первую очередь, потом из Центральной Азии в Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Вот. И с Кавказа четыре команды. Это Армения, Азербайджан, Южная Осетия и Абхазия. Из Восточной Азии участвуют Пекин и Монголия. Из Юго-Восточной Азии Вьетнам, Мьянма и Лаос. Из Ближнего Востока Сирия участвуют. Из Переднего Востока или из Персидского залива Иран. И участвуют даже две страны из Африки. И это Судан и Зимбабве, то есть бывшая Южная Родезия. И даже из Южной Америки участвует команда Венесуэл. Итого 20 команд. Я обращу внимание на Зимбабве, то есть Южную Родезию. Которая всего лишь навсего в 1980 году добилась национальной свободы. От колониального ига в Великобритании. И была переименована из Южной Родезии в Зимбабве. Так что вот такой вот спектр участников танкового биатлона. В чем суть танкового биатлона для тех, кто не знает. В начале команды проходят индивидуальные гонки. Туда входит в каждую индивидуальную гонку. Три выстрела из орудия танкового. Потом стрельбы из зенитного пулемета. И стрельбы из крупнокалиберного танкового пулемета. Три таких вот стрельбы. Вот. После индивидуальных гонок определяются полуфиналисты. Восемь команд. И они уже соревнуются в танковом марафоне. На время. И уже потом выявляются финалисты. Которые покажут наилучшее время прохождения. Сегодня финал. 27 августа. В этом году финалистами стали, как обычно, Россия. Россия, кстати, все предыдущие 9 раз выигрывала чемпионаты. Наши танкисты самые лучшие. Россия в этом году в финале. Беларусь, Узбекистан и Китай. Все абсолютно команды работают на русских танках Т-72Б. Кроме китайцев. Они работают на своем собственном танке. Какого-то там ZTZ он называется. Победителям достанутся призами вот эти машины Патриот. И мотоциклы. Не знаю, как их там будут распределять. Но как-то будут распределять. Вот такое вот интересное мероприятие. Которое, я считаю, очень достойно организовано. Масса туалетов. Большие парковки. Много еды. Много развлечений для детей. Для взрослых. Я повторюсь. Можно перекусить. Все что угодно. И в том числе работают военторги. Где можно приобрести какую-то сувенирную продукцию. Поэтому считаю, что это прекрасная реклама и нашей страны. И это прекрасная реклама нашего оружия. И нашего умения воевать. Что мы сейчас и демонстрируем. И этим самым я считаю, что все люди, которые сюда проезжают. Они поддерживают нашу армию. Своим присутствием здесь. Поэтому идем на трибуны. Смотреть. Сейчас начнется финал. Ну и уважаемые любители рок-музыки. Наверняка вот здесь и будет проходить награждение. И как вы сами понимаете, что лидер рок-группы Волчука СД должен привыкать к первому месту. Вот я тут и стою и шлю вам огромный привет. Уважаемые любители рок-музыки. Ну помимо самого танкового биатлона, стрельб и скоростных гонок на танках. Здесь еще масса всяких мероприятий, конкурсов, викторин и развлечений. И одновременно здесь можно перекусить настоящей солдатской едой. А какая самая главная в России солдатская еда? Это конечно же гречка с тушенкой. И поэтому солдаты бесплатно раздают гречку с тушенкой и компот из сухофрукта. Видите, сколько желающих попробовать настоящую мужскую еду. Ну я пробовать не буду, потому что я ее наелся за три года. В лодской жизни. Вкусно, я бы еще попробовал, но начальство не разрешает. Говорит, я и так полтый. Хватит объедаться. Ну начинается все с Камчатки, оттуда, помните? А в Москве только 15 часов, когда на Камчатке уже полночь. Это что, с Камчатки, мужики? И что, попробовать можно или нет? Или только смотреть? Попробуйте. Уважаемые любители рок-музыки, но не дают попробовать родную пищу. Я там три года на корабле на эсминце отпахал. В бухте Завойко на овачи. Но наглядно, чем там питаются голодающие жители Камчатки. Ладно, мужики, давайте. Так что, уважаемые любители рок-музыки, это только демонстрация еды. А еда настоящая в солдатских котелках и термосах. Но, тем не менее, интересно посмотреть, чем питаются разные народы нашей великой страны. Берите-ка моченотки. Да вы что? Вот. Там везде говорят, не дадим ничего. Ратарстан, отцы. Взять можно? Берите все отсюда, да. Сейчас попробуем. Саурма садарская. Пусть на, кстати. Уважаемые любители рок-музыки, гостеприимные осетины угостили меня осетинским пирогом и кушком сашлыка. Очень вкусно. Уже скоро начнутся стрельбы в марафон. Поэтому нам надо успеть не прозевать начало. Вьетнам. Прекрасная какая шляпка, защищающая от солнца. Мьянма. Многие даже не знают такую республику. Наши братья-монголы сзади. Вот они, новички. Южная Родезия. В переводе на современный язык Зимбабве с 1980 года. Освободившись от колониальной зависимости Британии. Они себя так назвали. Ну, и тут же оно же рокерские, рокерские все прибамбасы на месте. Наши новые республики. Абхазия. Ну, и опять-таки Африка, Судан. Так что музыка присутствует везде. Ну, что за армия без музыки? Ну, я смотрю здесь стенды даже стран, которые не участвуют. Наверняка приехали как гости. Там Конго есть. Малифик. То есть, значит, люди присматриваются. Это становится популярным. Ну, а сзади меня главная трибуна центральная. Там сидит начальство. Туда не попадешь. Даже за большие деньги. Поэтому мы будем сидеть на вотой трибуне. Видите? Она чуть пониже, но зато мы в первом ряду. Уважаемый любитель рок-музыки, ну вот мы на своих местах. Все видно прекрасно. Обратите внимание, танки уже стоят на позиции. Ждут. Ждут отмашки. Перед трибунами пролетает наш знаменитый самолет Амфибия Бе-200, который используется нашим министерством по чрезвычайным ситуациям для тушения пожаров. Здесь же он просто смочил танковую трассу перед трибунами до начала заездов, чтобы было поменьше пули. Ведь погодка сегодня летняя, жаркая, за 30 градусов Цельсия. Мы затесались среди монгольской команды. А вы спросите, почему именно вы затесались среди монгольской команды? А я вам отвечу по большому секрету. Потому что наш младший сын студент 4-го курса МГИМО. И поэтому они там, у них военная кафедра, и они здесь работают с военными переводчиками. И каждого закрепили за какой-то командой. Вот нашего сына Константина Сергеевича, бывшего барабанщика группы Волчука СД, который был в первом составе. Вот здесь он работает переводчиком. Потом я вам его покажу в формочке. Я вам расскажу еще одну басню из своей жизни. В детстве я мечтал стать танкистом. Лет с пяти где-то. Когда я начал осознавать самого себя, и я почти им стал. Каким образом? Я попал на флот и служил в башне главного калибра на эсминце. А это такой танк, только стационарный. В носу корабля стоит двухствольный. Поэтому мои мечты практически сбылись. Но потом судьба заставила меня стать предпринимателем. А потом уже рок-музыкантом. На радость всем любителям рок-музыки. Я теперь несу светлое и доброе в пространство нашей русской рок-музыки. Россия! И вот дан старт танковой гонки. Наш танк с зеленого цвета сразу же вырывается вперед. Давайте, мужики, не подкачайте! Это важное умение сразу же на старте оторваться от соперников. Чтобы не дымили, не пылили тебе в глаза. А чтобы зрителям было понятно, кто есть кто, танки каждой команды выкрашены в разные цвета. Как я уже сказал, наш танк зеленый и первый. Китайский синий, белорусский выкрашен в красный цвет, а узбекский в желтый. И пока наш режиссер показывает вам различные эпизоды соревнований, я более детально расскажу о сути танкового биатлона и его истории. Наш танковый биатлон был организован по предложению министра обороны Шой Гу в 2013 году. Но идея танковых соревнований впервые была реализована все-таки в армиях НАТО. И они проводились там, начиная с 1963 года по 1991 в Западной Германии. В Советском Союзе проводились зачетные стрельбы танкистов, что тоже было своеобразным соревнованием. Но именно в виде танкового биатлона у нас в стране они стали проводиться, как я уже сказал, с 2013 года. В чем суть соревнований? Они проходят несколько этапов. Первый этап – индивидуальная гонка, в которой участвуют все заявленные команды. Каждый танк делает при этом по три круга, по семи километровому маршруту с многочисленными препятствиями и ведет огонь на трех рубежах. Первый рубеж – делается по три выстрела из орудия по мишени в виде танка. Второй – затем из зенитного пулемета стреляет по мишени в виде вертолета. И третий рубеж – из танкового пулемета по мишени в виде ручного противотанкового гранатомета. За промах или наезд на мину экипажи получают штрафные очки или должны проехать дополнительные штрафные круги. Судейская коллегия состоит из представителей от каждой участвующей страны. По результатам индивидуальных заездов, восемь команд выходят в полуфинал, который проходит в виде эстафеты. Здесь уже в двух заездах участвуют по четыре команды, которые стартуют одновременно, ездят по кругу и точно так же стреляют по мишеням. Ну и четыре команды с наилучшими результатами выходят в финал, который проходит точно так же в виде эстафеты. Что значит эстафеты? Это значит, что в гонке от каждой команды участвуют по три экипажа, которые после определенного круга обязаны смениться. Вот мы как раз наблюдаем смену российского экипажа. «Россия! Россия! Россия! Россия!» Команда от каждой страны включает до 21 человека. Это четыре танковых экипажа по три человека, три основных экипажа, один запасной. Это тренерская группа, два человека. И это отделение обеспечения, механики. Это шесть человек. Здесь перед трибунами большой экран. На нем показывают и движение танков, и работу танкистов внутри танков. И сами стрельбы, и результаты стрельб, которые ярко обозначаются попаданием вспышкой красной. Все наглядно и доступно. Народ на трибунах очень активно и эмоционально болеет. Не хуже, чем на чемпионате мира по футболу. Но я хотел бы отметить китайских болельщиков, которых много на трибуне. Они сидят компактно и очень дружно машут флагами и поддерживают свою команду. Пытаясь перекричать даже наших болельщиков, которых, конечно же, подавляющее большинство. Ну вот и финиш команды-победительницы. В десятый раз победителями стали наши российские танкисты. С результатом 1 час 29 минут и 36 секунд. Тем самым они установили новый рекорд этого биатлона. Вторыми стали наши братья-белорусы, отстав от нашей команды аж на 11 минут, показав результат 1 час 41. Третьими пришли китайцы с результатом 1 час 44 минуты. И последними финишировали танкисты из Узбекистана 1 час 55 минут. Слава нашим танкистам! Уважаемые любители рок-музыки, но еще раз хочу подчеркнуть хорошую организацию этого мероприятия. И обратите внимание, сколько людей пришло на этот танковый биатлон. Сейчас вы видите вот эту очередь, которая идет к автобусам. А автобусы организованы такой каруселью. Они быстро-быстро загружают людей и отвозят туда к КПП. Прекрасная организация турнира и прекрасная организация всего, что вокруг него происходило. Уважаемые любители рок-музыки, ну вот и закончился танковый биатлон. Десятый по счету. И в десятый раз российская команда стала победителем танкового биатлона, который становится популярным во всем мире. Если на первом танковом биатлоне, я уже говорил, было 4 команды, то на этом 20 или даже 21, как я вот узнал. Мне показалось 20. И, конечно, зрелища были захватывающие. Организация вот такая вот. Всем организаторам рок-фестивалей надо поучиться. А экскурсию по танковому биатлону и рассказ о нем ввел нам военный переводчик Константин Волощук. С собственной персоной. Провел нас по всем памятным местам этого парка аттракционов. И через тир провел, через дом игр, дом дружбы. Все показал, все рассказал, как кто стреляет, кто лучше всех. Потому что он целый месяц переводчиком был. Переводил именно на русский, с русского, на монгольский, с монгольского на русский. И еще и на английский. Ну, в общем, вот так вот. Поэтому, слава нашему русскому оружию. И слава тем нашим военным, нашей армии, которая защищает независимость нашей Родины. Всем привет! Мысли вслух, точны и честны. Мысли вслух о том, о сём. Интересны мысли, если сказаны новощуком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова